Всем огромный привет! Сегодня готовлю быстрый шоколадный медовый торт. Советую его приготовить всем. Получается вкусный, нежный, тающий во рту. Готовится просто моментально и из самых доступных продуктов. Итак, приступаем. В миску разбиваем 2 яйца. Добавляем немного соли. Кладем 6 столовых ложек сахара. Взбиваем миксером. Можно взбить обычным венчиком. Теперь добавляем 2 столовые ложки меда. Все хорошенько перемешиваем. Вливаем 10 столовых ложек сливок. Можно заменить молоко, если нет сливок. Добавляем 4 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Отмерим 4 столовые ложки какао-порошка. В какао добавим 8 столовых ложек муки без горки и перемешаем. Теперь муку с какао добавляем в тесто и перемешиваем. Добавляем половину чайной ложки соды. Погасим ее лимонным соком и перемешиваем. Тесто получается не густое, но и не жидкое. Берем форму, лучше всего брать силиконовую. У меня диаметр формы 22 см. Смазываем маслом. Переливаем тесто и разравниваем. Выпекать будем в микроволновой печи. У меня объемом 20 литров. В фирме BQ с удобным дисплеем. Устанавливаем мощность 800 Вт. Время 7 минут. Такая микроволновка BQ, как у меня, имеет 6 уровней мощности и 8 автопрограмм. Есть защита от детей и отложенный старт. А ее современный дизайн впишется практически любой интерьер, а цена приятно удивляет. Кстати, с продукцией компании BQ вы можете ознакомиться по ссылке в описании. И там же промокод на скидку 10% на покупку любой микроволновой печи BQ. После окончания времени важно не открывать микроволновую печь, хотя бы минуты 2-3. Теперь вынимаем. Готовность обязательно проверьте деревянной шпажкой. Готовый бисквит сразу извлекаем из формы. Дадим ему немного остыть на решетке. Остывает он быстро, минут 5-7. Пока он остывает, приготовим крем. Подойдет любой ваш любимый. У меня сегодня из деревенской сметаны. Кладу 500 грамм сметаны, добавляю 3 столовые ложки сахарной пудры и взбиваю до нужной густоты. Если будете брать магазинную сметану, то берите жирностью не меньше, чем 20% и не взбивайте ее миксером, иначе она станет жидкой. А просто перемешайте ее венчиком или ложкой. Теперь получившийся корж разрезаем на 3 или 4 коржа, в зависимости какая у вас была форма. Я сначала делаю надрезы ножом, затем разрезаю обычной ниткой. Смазываем коржи с двух сторон кремом и укладываем друг на друга. Промазываем бока и верх тортика. Украшаем по вашему желанию. Я немного срезала верх бисквита и превратила его в крошку при помощи блендера. И теперь посыпала получившейся кружкой тортик. Я еще украсила торт растопленным шоколадом. Дадим тортику немного пропитаться, хотя если не терпится, можно уже сразу приступать к дегустации. Он уже мягкий и вкусный. Разрезаем на порционные кусочки и наслаждаемся. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, поделитесь в соцсетях и напишите в комментарии, понравился ли вам рецепт и будете ли вы готовить. Хочу знать, насколько полезен вам данный рецепт. И конечно же подписывайтесь на мой канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Желаю вам приятного аппетита, кушайте вкусно и будьте здоровы!